Если у автобуса угол поворота руля не соответствует углу поворота колес, это может повлечь серьезные последствия. При аварийной ситуации во время движения велика вероятность, что водитель не справится с управлением и попадет в ДТП. Эту техническую неисправность выявляют при помощи люфтомера. Прибор для измерения угла поворота во Владимирском батальоне ГИБДД появился недавно. Как показал рейд, технические нормы безопасности перевозчикам соблюдаются далеко не всегда. Автобус, который следует по маршруту Владимир Суздаль, сегодня пришлось снять с линии. В соответствии с действующими нормативами угол поворота рулевого колеса должен не превышать 20% от угла поворота колес. В данном случае, на данном автобусе данный угол соответствует 28%. Соответственно, это является технической неисправностью, при которой запрещается эксплуатация транспортного средства. Такое же нарушение нашли и у этого автобуса. У него процент угла поворота дошел до 34%. Водитель рассказал, машина всегда проходит техосмотр перед рейсом. Но вот технической возможности обнаружить именно эту неполадку нет. У нас нет таких приборов, как тормоза, руль, люфт. Все проверяется. За подобные нарушения водителю грозит штраф 500 рублей, а должностным лицам, техническим сотрудникам компании-перевозчикам от 5 до 8 тысяч. Кроме этого, автобус снимают с линии и увозят на платную стоянку. После этого владельцы транспортного средства должны исправить техническую неисправность, предоставить транспортное средство для контрольной проверки. Если технические неисправности будут устранены, они могут забрать свое транспортное средство обратно. За сегодняшний день инспекторы ГИБДД составили 12 протоколов. Отмечу, что за 4 месяца этого года на территории области совершено 34 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 5 человек и 60 были ранены. Из них 14 ДТП совершено по вине водителей общественного транспорта. Операция автобус в регионе продлится до 26 мая.